Друзья мои, я хочу поделиться немножечко, как я уже сказал, и я верю, что мы собраны здесь, конечно же, не в свое имя, не в свою идею, мы собраны в Его имя, аминь, и Он посреди нас, и Он совершает потрясающие вещи в наших сердцах, потрясающие вещи, которые, многие вещи, которые происходят в эти дни в наших сердцах и в нашем разуме, в наших жизнях, даже невозможно оценить просто вот человеческим взглядом, потому что многие моменты, которые мы будем осознавать только позже, только спустя, и я хочу, чтобы мы немножечко вот в этом замечательном присутствии, в котором мы находимся, мы поразмышляли над Его словом, и начну я именно с такой книги «Песни-песней». Может быть, она, да, особенно для людей, которые еще не в браке, или уже не в браке, или еще какие-то моменты, или, то есть это, конечно же, такой вызов определенный, но я не буду всю ее читать. Говорят, ну, самая лучшая семья и самые лучшие отношения, те, кто исследуют вместе книгу «Песни-песней», муж с женой, то есть замечательно, замечательная книга, но мы соглашаемся, по крайней мере, я однозначно, я согласен с основной массой теологов и богословов этого мира, что эта книга «Песни-песней» — это про образ Христа и Церкви, аминь, то есть что это не просто узко, потому что я верю однозначно, верю, что, во-первых, Библия, она буквально, да, для начала, это то, что она говорит конкретно в каком-то эпизоде, в каком-то контексте конкретном, но также я верю, что Библия, она гораздо шире и гораздо больше, аминь, она многие вещи говорит прообразно, очень многие вещи, и, ну, и Господь, допустим, в моей жизни очень сильно Господь говорит через сны, иногда мне, ну, иногда мне как-то даже неудобно бывает, почему, потому что у меня снятся какие-то такие сны о жизни каких-то людей, ну, я вижу настолько подробности, и потом, и потом, что с этим делать, то есть ты же с этим живешь потом, с этими подробностями, если Господь, Он говорит в мою жизнь какие-то вещи, Он совершает свою работу, и Он говорит нам прообразами, очень часто, да, и в Писании, и в Песне Песней, и первая, сразу же первая глава, можно было много читать, я прочитаю всего лишь несколько, допустим, с первой главы, для начала прочитаю третий стих, вы помните, да, Соломита, с Соломоном они общаются, они, так сказать, изливают свою любовь друг к другу, то есть рассказывают друг другу определенные вещи, но здесь первая глава, третий стих начинается, и говорит, влеки меня, и мы побежим за тобою, царь ввел меня в чертоги свои, будем восхищаться, радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино, достойно любят тебя, достойно любят тебя, и, конечно же, для меня очень важно сегодня поговорить о наших взаимоотношениях со Христом, о наших взаимоотношениях с Богом, потому что для нас с вами, друзья мои, это самое ценное и самое важное, самое ценное, потому что в жизни мы, ну, как-то так случилось, что мы склонны очень часто переключаться, мы склонны очень часто хвататься и искать какие-то вещи, возможно, даже осознавая, что они разрушают нас, да, ничего, что поговорим об этом, или не, 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 здесь-то вообще святые, еще на второй день, вообще, особенно святые, мы склонны к каким-то вещам, один человек очень так тонко подчеркнул эту вещь, он сказал, он говорит, что каждый человек сотворен так, что внутри себя он имеет дыру размером с Бога, и каждый ее заполняет по-своему, каждый ее заполняет по-своему, интересно, как-то по милости Господней, я общаюсь с разного рода людьми, абсолютно с разного, допустим, ну, кто-то, может быть, не знаю, там, медсестра, может быть, может быть, просто где-то люди моют полы, кормят голодных, еще что-то, кто-то, может быть, занимает в политике высокие посты, кто-то на сегодняшний день борется с тем, чтобы на что купить хлеб, кто-то борется с очередным вызовом, чтобы не купить очередную машину дорогостоящую, и абсолютно разные люди, да, и, допустим, кто-то думает, что если бы было чуть-чуть побольше денег, я бы был более счастливый, те люди, которые имеют чуть побольше денег, о тех даже, кому не снилось, ну, этому человеку, о их количестве, они просто свободны от этой иллюзии, да, они понимают, что деньги есть, а счастья от них почему-то нет, оно не приходит, или то, чего ожидалось, да, это то же самое, как некоторые слышали, как пасторы некоторые говорят, мне говорят, что когда я думал, что, ну, не был пастором, я просто ходил в церковь, я тоже отношусь к этой категории людей, потому что, несмотря на то, что я пришел из такого плохого прошлого своего, я, ну, так, так сильно, и так свято, и так наивно верил во все, что происходит в церкви, чересчур наивно, когда мне говорили, что прославляющие получают песни в духе, я верил буквально, они пришли сейчас, получили в духе и сейчас транслируют, ну, вот так, ну, простите меня, вот так я верил, поэтому, когда я узнал, что они часами репетируют, я был разочарован, то есть, оказывается, не, ну, я просто рассказываю вам, как есть, и я тоже думал, что, когда люди достигают определенной позиции, духовной позиции, что они уже, у них так уже немножечко крылышки сзади появляются, они уже немножечко порхают над землей, так, ну, хотя бы не зенечка, так летают, спустя некоторое время я видел, что люди борются с теми же самыми вызовами, и очень часто проблема, что те люди, которые не обрезали свои вызовы на определенном этапе, спустя некоторое время эти вызовы становятся еще сильнее, которые впоследствии могут разрушать не только их жизнь, но и разрушать жизни людей, которые их окружают, если люди борются с вызовами, почему? Люди очень часто могут быть увлечены какими-то другими вещами, и я сегодня хочу поговорить немного об этих вещах, не только об этом, потому что мы увлечены, интересно, что жажда по Богу, она вложена в жизнь каждого человека, она уже есть. Интересно, что, например, единство, единство в церкви. Вы знаете, что единство Богом, оно дано? Знаете, Библия конкретно говорит, что единство в церкви, оно дано. Но нам с вами не надо, мы не можем с вами сделать пробуждение. Все хорошо это понимают? Не можем. Мы можем быть сосудами для того, чтобы Бог являл свою славу. Аминь. Мы можем почувствовать Божью волну и быть на этой волне. Мы не можем создать волну. Мы не можем создать единство. Единство априори есть. Мы призваны сохранить единство. Аминь. Мы не можем создать веру, но мы можем умножить веру. Вера уже дана в нашу жизнь. Как-то я понимаю, что мыслительный процесс, видимо, идет. То же самое и с поиском Бога, с жаждой по Богу, оно уже вложено. Многие врачи сегодня говорят, почему основная масса людей, врачи, такие натуропаты, которые больше вот именно внутрь организма заглядывают, человека, там еще какие-то моменты, то есть исследуют, не просто медикаментозные. И они говорят, основная масса проблем в жизни человека из-за того, что что-то с детства сбивается в организме. И очень часто человек жажду по воде путает с голодом. И многие проблемы, сбои там, метаболизм, еще какие-то определенные вещи. Происходят именно из-за этого ожирение, дистрофия там и так далее. Вот такие масса проблем именно происходят из-за этого. Понимаете, и с жаждой, с поиском по Богу, ты не можешь его создать. Но ты можешь это умножить. Ты можешь это направить в правильное русло. Аминь. Жажда. С одной стороны, здесь, почему я взял именно это первое местописание. Она говорит, Соломита говорит Соломону, влеки меня. Влеки меня. Интересно, что самое главное, очень важно, чтобы мы запомнили с самого начала, что Бог влечет нас в каждом дне. Однозначно, это его желание, это цель, друзья мои. Мы с вами вот недавно отпраздновали воскресение Иисуса Христа. Это цель. Ради чего он пришел сюда, на эту землю? Для того, чтобы открыть нам доступ. Он доказал, Библия говорит, свою любовь. Все. Доказал. Это доказано. Понимаешь, он все сделал для этого. Он влечет, он готов на все. Я уверяю тебя, если бы нужно было сделать это еще раз, он бы сделал. Не вопрос. Потому что это его желание. Библия конкретно говорит, что это его желание. Аминь. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Это его желание. Это его сердце. Но поймите, друзья мои, часто мы жажду, мы путаем с какими-то вещами. И иногда мы можем быть увлечены какими-то другими вещами. Мы можем быть захвачены другими вещами. Мне так нравится, как старший пастор нашего объединения, Сергей непомнящий, собирая пасторов на пасторских выездах, на встречах, он часто весьма это говорит. Говорит, ребята, давайте жить дружно, да? Он говорит, ребята, нам нужно пересматривать свои мотивы. Почему? Потому что мотивы меняются. Меняются. Люди, чем старше становлюсь, тем более уважительно начинаю относиться к поговоркам. Начали за здравие. То есть очень много мудрости человеческой, во многих вещах даже божественной мудрости. Начинаем на дно. И он говорит, влеки меня, влеки меня, и я буду увлечена. Как можно помочь человеку, который не хочет быть увлеченным? Никак. Аминь. То есть это наш внутренний поиск. Да, мы молимся. Мы молимся за людей, мы молимся. Да, Бог по нашим молитвам, Он стучится в их сердца, Он совершает свою работу, приходят определенные обстоятельства. Но тем не менее, выбор остается за человеком всегда. Но мы заглядываем. Очень важно понять, что поиск Бога, жажда по Богу, это не эмоции. Это ничего общего не имеет с эмоциями. Это ничего общего не имеет с мурашками. Нет. Это на самом деле, когда мы ищем Его лица. Когда мы ищем Его царство. Когда мы на самом деле заглядываем внутрь себя. Когда мы ищем для того, чтобы Его царство, оно было реализовано. Чтобы Его царство, оно распространялось через мою жизнь. Немножечко еще из песни Песнеевым прочитаю. Уже третья глава, но первый стих. Она говорит. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и по площадям. Буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Ну, впоследствии мы знаем, нашла, да. Нашла. Библия конкретно говорит, кто ищет, тот. Аминь. Кто стучит, тому отворят. У нас замечательное время. Замечательное время уединения с Богом Пенуэл. Но Бог хочет, чтобы мы искали его всегда. Чтобы мы искали его при любых обстоятельствах. Мы видим, если мы будем смотреть Ветхий Завет, если мы будем смотреть Новый Завет, мы видим, что и там, и там. Библия говорит о жажде. Бог обращается и он говорит о жажде. Потому что это то, что должно, чем должно быть наполнено наше сердце. Парадокс. Бог сделал все. Бог сказал все. Но очень часто фокус меняется. И мы начинаем искать каких-то других вещей. Как слепые котята. Тех вещей, которые впоследствии нас же и разрушают. Нам же приносят горе, разочарование. И потом происходит какая-то абсурдная ситуация. Люди мало того, что обижаются на людей вокруг. Они еще обижаются и на Бога. То есть понимаешь, мы сами же сменили, сами же что-то попутали. И потом сами же и разочаровываемся. Ну, глупо, да, если человек приходит к врачу, да. Ну, или, не знаю, давайте не будем с врачами. Давайте, например, ну, с машинами. Вот есть некоторые машины. Ну, вот, даже те же дизельные. Но они никак, ну, тяжко слишком воспринимают нашу солярку. И вот есть определенные заправки, которые выдают определенное качество. Понимаешь, человеку говорят, не надо на этой машине заправляться на этой заправке. Надо заправляться на другой. Но при этом, когда человек продолжает, как будто бы экономить, искать лучшего, да. Потом, когда происходят какие-то проблемы с двигателем или с машиной, что он говорит? Он говорит, ну, вот, ну, дятел, ну, говорили же мне, объясняли же мне, да. Есть такое выражение, говорит, скупой платит дважды. Наши братья добавили еще оконцовку. А лох, говорит, всегда. Жесткая такая добавка. Так вот, хорошо бы учиться определенным вещам. Почему я, я говорю эту, ну, говорю эти вещи? Потому что человек, когда его предупреждают о чем-то, и что-то происходит, потом, когда что-то случается, он винит себя самого. А когда здесь люди начинают винить Бога. Представляете, что здесь не произошло, что-то не произошло. Так, как они хотели, так, как они ожидали. И, послушайте, Бог и не говорил, что будет так, как мы хочем. Потому что, если мы ищем мужа, если мы ищем жену, если мы ищем успеха человеческого, если мы ищем, мы обязательно пожнем плоды от этого, и плоды от этого, к сожалению, разрушительные. Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда. Слышали? А слышали такую еще песню там? Ах, какая женщина. Мне бы, говорит, такую. Ты чего, дружище? Зачем она тебе нужна? Или муж? Зачем он тебе? Есть лучшее от Господа. Аминь. Аминь. Возможно, и ее стопы, и его стопы, это вообще рельсы в преисподнюю. Она тебе, возможно, такую жизнь устроит, что, мама дорогая, то есть поймите, друзья мои, есть то, что Бог приготовил для нас. Аминь. И он на самом деле хочет лучшего для нас. Почему? Потому что его воля благая, угодная и совершенная. Его воля. И когда я его ищу, когда я увлечен им, тогда он однозначно приготовит для меня что-то лучшее. А если я еще не вошел в то лучшее, если он еще не обернул во благо, то, как я говорю это в нашей церкви, то ты должен помнить, ты еще просто на пути в то лучшее. Ты просто еще в дороге. Аминь. Ты в дороге. Но если ты отвернешься от этого, ты никогда не придешь в то лучшее, что Бог приготовил для тебя. Как мы слышали вчерашнее послание об Иове. Замечательное послание. Ты никогда. Никогда бы мы не услышали это свидетельство, которое мы услышали. Никогда. Никогда из жизни Иова. И так же и жизни других людей. Понимаешь? Но Бог, Он хочет, чтобы мы искали Его, чтобы мы на самом деле прилагали усилия. Это просто желание, друзья мои. Это желание. Понимаешь? Желание в моем сердце. Я хочу искать Его. Я хочу быть увлеченным им в каждом дне. Как я начал это служение, я сказал, что моей жизни давным-давно должно было не быть на этой земле. в самых радужных мечтах, которые были в моей жизни. Я не мог представить того, что Бог делает в моей жизни сегодня. Да. Может, ты скажешь, что я неверующий. Но это твой выбор. Да. Когда я пришел к Богу, моя жизнь была разрушена в дребезги. И когда некоторые люди говорили и пророчествовали в мою жизнь, что Бог приготовил там и то, и то, и то, и дети, и все остальное, я смотрел на них. Думал, круто, молодцы. Поаплодировать бы вам еще. Потому что в своей жизни я себя на ногах не в состоянии был носить. Ни в отношении здоровья, ни в отношении каких-то других вещей. Но Бог всегда делает несравненно больше, о чем мы думаем или о чем мы помышляем. Поэтому да, я захвачен в это путешествие со Христом. Я хочу увидеть и наблюдать, что Он сможет в моей жизни сделать и дальше. Что Он сможет слепить в моей жизни. Да, я не верил даже когда-то, мне сложно было верить, что у меня когда-то будут дети. Сегодня дети уже взрослые, один уже женат. И я захвачен этим путешествием со Христом, потому что я хочу также видеть не только то, что Бог сделает в моей жизни, я хочу видеть то, что Бог сделает в жизни моих детей. Совершит. Потому что я захвачен этим путешествием. И я знаю, что даже через пять лет, да, я человек целей, планов. Я весьма отношусь, так сказать, к практичным людям. И у меня есть цели, планы, но я знаю, что Он сделает больше. Аминь. Я знаю, что Он сделает больше. Потому что когда мы ищем Его, когда мы доверяем Ему, когда мы разрешаем Ему делать в нашей жизни то, что Он хочет, тогда Он это и делает. Аминь. Но если мы как бы разрешаем Ему, но при этом мы форсируем сами, да, как-то замечательная история. Как один евангелист, он молился, он говорил, Господи, мы идем. И услышал внутри себя, хорошо бежишь, но не в ту сторону. Понимаешь, иногда мы можем бежать, но вообще в другую сторону. И мы фактически насилуем себя, мы насилуем свою жизнь. Потом получаем не те результаты. Давай, давай, мы позволим Богу. Посмотрите, друзья мои, из песни и песней закончу. У меня несколько мест в Писании, и, конечно же, я понимаю, что мы не сможем охватить абсолютно всего, но немножечко хочу еще, чтобы мы обратили внимание песни и песни, 8 глава, 7 стих. Говорит, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство и богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Понимаешь, большие воды, то есть никакие обстоятельства, которые приходят в нашей жизни. Если мы активированы на поиск Бога, если мы активированы на жажду, на поиски его сердца, на исполнение его заповеди, послушайте, мы будем идти от славы в славу, за свою христианскую жизнь 20 с лишним лет, я вижу, как, ну это, вы нигде это не найдете, там, ни в книгах, нигде, то есть это, как бы я когда-то давно получил для себя это откровение, что у некоторых христиан есть такой, знаете, синдром неваляшки, они в одну сторону, в другую сторону, в одну, в другую, их болтает, ты смотришь, и некоторые, и ты понимаешь, что он уже вообще должен быть в другом месте, в другом месте, потому что Бог приготовил для него другую землю обитованную, а он еще на полях моавицких, другую землю обитованную, помните Саула, ну вот, знаете, мы же, конечно, нам интересны истории, там, ну Давида, успешная личность, я много, конечно, размышляю о жизни Давида, мне очень он нравится, его жизнь, вообще, этот герой очень нравится, вопрос в другом, а готов ли я сегодня разглядеть Давидов, которые рядом со мной, это не тема моей проповеди сегодняшней, готов ли я принять людей, может быть, они Давиды будущие, но они изменяют пока своим женам, убивают тех, кого не надо, готов ли я рассмотреть Давидов рядом с собой, но это другая тема, но Саул, а скажите, то, как он закончил свою жизнь, это был план Божий для него? конечно, сейчас мнения разделятся, потому что кто-то здесь точно выступит за идею предопределения, скажите, Бог хотел, чтобы его жизнь так закончилась, а может быть, кто-то считает, что его жизнь вообще была не изменена, тогда надо почитать Библию внимательно, потому что Библия конкретно говорит, что Бог дал ему иное сердце, конкретно, и он вошел в сон пророков, и Библия конкретно говорит, что он сделал себя иным человеком, я знаю, что у Бога был другой план на его жизнь, я знаю, я уверен на сто процентов, потому что выбрать путь Саула может любой из нас, для этого, как говорят, много ума не надо, даже Петр мог закончить именно так же, как закончил Саул, но один из величайших апостолов, человек, который, да, он тоже пошел немножечко в другую сторону, но тем не менее он нашел силы откликнуться на призыв Божий, позволить Богу совершить эту работу в его жизни, позволить, это хорошо ездить в Израиль, ну так уж, как говорится, к слову, если есть желание, есть возможность, есть вера для этого, можете вообще присоединиться, хоть в этом году, мы 26 апреля уезжаем, уже в этом месяце уезжаем, с 26 апреля по 4 мая в ежегодный тур, уезжаем по Израилю, но однажды я вдруг увидел там, знаешь, они вернулись с горницы, с того места, вернулись на Галилейское озеро море ловить рыбу, это не просто они 15 минут ушли, это 3 дня пути, все, то есть они ушли вообще в другую сторону, вообще в другую сторону, и потом эта встреча, не знаю, что со мной происходит, года, года за годами идут, почти каждый раз продолжаю плакать на этой истории, когда Иисус спрашивает Петра, любишь ли ты меня, не знаю, когда читаю один, на один дома, что-то происходит, любишь ли ты меня, делай то, для чего я тебя призвал, любишь ли ты меня, любишь ли ты меня, о, Господи, ты все знаешь, ты знаешь все, мы знаем другой конец, мы знаем другую историю, мы читаем, это человек, все, вот она, его смелость, она реализуется в других вещах, такой может быть, прототип, прототип с Саулом, да, были полны смелости, и тот, и тот, полны огня, Саул тоже делал такие заявления, кто не пойдет, с тем будет, вот так, вот так, еще какие-то вещи, Петр, мы видим, Дух Святой пришел в его жизнь, все, он увлечен, когда на самом деле он, вот оно, что-то сломалось в его жизни, и мы видим, увлеченность приходит больше гораздо Богом, все, уже ты не смотришь на какие-то вещи, ты уже все, он встает, то он был в горнице запертый, то встает на площади и начинает проповедовать, потом исцеляет этого хромого, потом начинает проповедовать, послушайте, очень важная часть, на которой я бы хотел сделать ударение, деяние, четвертая глава, много историй, да, в воскресенье Тавифы, спасение дома Корнилия, много историй, которые происходят через жизнь Петра, но когда они исцелили хромого, помните, когда они стояли, и когда перед начальниками народа, старейшинами, Деяние 4 глава 13 стих, видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали, что они были с Иисусом, узнавали, что они были с Иисусом, время, проведенное с Иисусом, оно всегда будет нести отпечаток на твоем лице, на поступках, на действиях, на решениях, понимаешь? Этого недостаточно однажды, иногда люди говорят, ну достаточно же, чтобы Дух Святой пришел однажды, достаточно? А почему тогда он раз за разом, он сходил, сходил, сходил на них в первой церкви? Потому что этого недостаточно. У меня тут впервые в жизни у нас в церкви проповедовал мой сын, и он сказал, говорит, в подростковом возрасте я даже и разговаривал с мамой, даже и спорил, он привел этот пример во время проповеди, он сказал, говорит, что я считал, что если люди, которые пережили встречу с Богом, они никогда отвернуться от него не могут. Я уже давным-давно свободен от этой иллюзии. Потому что я видел людей, которые не просто переживали встречу с Богом, я видел людей, которых Иисус брал на небеса. И потом они так, что лучше бы они не рассказывали, что Иисус их брал на небеса. До этого. Понимаете? То есть почему? Потому что некоторые же христиане, что они делают? Они заигрываются, заигрываются в жизнь, заигрываются в христианство, заигрываются в церковь. И они уже в принципе-то и забывают, что дьявол ходит, как рыкающий лев, и еще кого поглотить. Я уже забываю. Поэтому поиск Бога это не единовременная задача. Жажда по Богу это не единожды. Аминь. это вопрос нашего желания, нашего сердца, когда мы на самом деле ищем его, когда мы ставим его на первое место. Потому что Бог хочет сделать несравненно больше, о чем мы думаем или о чем мы помышляем. Бог, Он говорит, что Он готовит нас как сосуды. Ветхий Завет показывает нам эти прообразы. Новый Завет, говорит апостол Павел, говорит, ибо сокровище это мы носим в глиняных сосудах, сокровище, присутствие Божие. Мы носим это в глиняных сосудах. И поэтому Бог хочет свой народ, свою нацию не ту иметь, которая да, это нормально, что мы можем упасть, но не ту, которая постоянно только и знает, что падают, да поднимаются, падают, да поднимаются, падают, да поднимаются. Он хочет, чтобы они пошли от славы в славу. Чтобы они могли нести Его славу, чтобы Он мог являть свое величие через нас с тобой, через эти немощные сосуды Он хочет являть свое величие. Аминь. Он хочет не только тебя исцелить и восстановить. Сегодня у нас, кстати, будет замечательное служение. Не пропустите и мой замечательный друг, пастор Сергей, он будет проповедовать, он Маринин Сергей, он пастор из города Саратова, многие из вас, особенно в нашей церкви, вы знаете Павла Таранова, помните Павла? Вот они служат вместе, он очень сильно движется вот в этом, его дар, в исцелении, в молитве за исцеление, поэтому обязательно найдите кого-то, пригласите, не просто сами придите на вечернее служение, он будет служить нам сегодня вечером, молиться за исцеление, но также напишите, обязательно пригласите кого-то, кто смотрит онлайн, не останьтесь дома, ну конечно, если вы за 3000 километров, то тогда будьте внимательны к экрану, аминь, но Бог не только хочет тебя исцелить, Он через твою жизнь хочет совершать чудеса, аминь, Он хочет поднять на новый уровень, вот почему, я говорю, что для нас очень важна эта жажда, мы призваны заражать огнем, тем огнем, который есть внутри нас, нести этот огонь в жизни других людей, аминь, Иисус в последний день великого праздника, Он встал и воскликнул, что воскликнул, кто жаждет, потому что в других смысла нет, нет смысла поить человека, если он не хочет, нет, Исайя пророчествует и говорит, жаждущие все, все жаждущие, придите, придите, пейте, наполнитесь этим присутствием, потому что, ну, Бог на самом деле, Он хочет являть свою славу, и Он готовит. Когда я вот встречаюсь с людьми, которые живут за пределами нашей страны, такое чувство, что они в пробуждение в России верят больше, чем те, кто живут в России. Нет? Слышали такое? Они все ждут. А мы чего ждем? Потому что Бог готовит даже тогда, когда каким образом началось наше объединение? Вообще, за короткий промежуток времени, 17 лет, больше 130 церквей только в России. Каким образом началось? Просто с маленькой группы людей Бог просто дал слово, слово пастору, что все, что вы будете делать, вы будете готовить житницы для грядущего пробуждения. Аминь. Мы готовим. Готовим людей, снаряжаем людей, готовим церкви. То, что происходит здесь сейчас, Пенуэл, встреча с Богом, это время некой перезагрузки. Но послушайте, это не то, чтобы мы опять потом с огня до в полымя до обратно. Нет, Бог хочет вести нас от славы в славу. Он хочет, чтобы мы продолжали искать. Что я говорю, по крайней мере, на библейских курсах, которые есть у нас в церкви, я говорю, что когда мы исследуем с вами какую-то тему, это не вся закрытая, не вся покрытая информация, это как бы некая, такая, как некий эпитайзер, да, такой. Такая вкусовая начинка для того, чтобы почувствовать вкус от этого и дальше потом исследовать. Аминь. Потому что Библия говорит, вкусите и познайте. И есть некоторые определенные периоды, когда мы вкушаем Его славу и когда мы двигаемся для того, чтобы познавать Его, для того, чтобы идти от славы в славу и чтобы Бог, Он мог использовать каждого из нас, чтобы на самом деле на нашем лице, на наших поступках больше прославлялось Его имя, нежели мы с вами. у нас вот было пасхальное служение, здесь проходило два служения. Я просто для себя не так часто я это делаю, для себя просто принял решение, что я вот выйду, когда будет заключительная песня, буду стоять на дверях, просто провожать людей, просто все провожать, Один мужчина, он первый раз был в нашей церкви, по возрасту где-то было 60, побольше, 60, вся голова сюда, такой мужчина, как говорится, видавший жизнь, хорошо одетый, он просто подошел, начал говорить, я первый раз, первый раз здесь, первый раз в такой церкви, начал говорить, а потом дальше даже не смог, просто начал плакать, я никогда не переживал такой доброты и такой теплоты, которую я пережил здесь, я вместе с ним прослезился и я просто сказал, это лучшее, что можно услышать, потому что охота слышать о работе Божьей внутри людей, мы ограничены, ну да, я хочу помочь одному, второму, третьему, но я ограничен, я человек, поэтому я и говорю тебе те вещи, которые я в том числе проповедую, я не проповедую из жизни супергероя, я проповедую из жизни такого же человека, который сталкивается с теми же искушениями, с теми же желаниями, с теми же трудностями, но я знаю точно, что у Бога есть выход, у Бога есть возможность поднять нас гораздо выше, гораздо дальше, повести, нежели даже мы себе можем это позволить, поэтому мы призваны искать жаждущие придите, придите, понимаешь, это не эмоции, потому что многие люди сегодня путают все с эмоциями, я, ну уже подвожу итог, я заканчиваю, если прославление можно, особенно, ну, клавиши, кто играет, добро пожаловать, но я просто хочу еще раз, чтобы мы заглянули внутри себя многие вещи, которые происходят внутри нас, борьба, о них не знает никто, кроме нас самих и Бога, аминь, кроме духа человеческого, который в нем, никто не знает, это наш выбор, почему сегодня многие браки, как я сказал, в отношении любви, они, они рушатся, потому что люди путают это просто с эмоциями, и когда люди говорят, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, я в такие моменты говорю, это не любовь, это болезнь, ее лечить надо, аминь, это похоть, потому что настоящая любовь, и там описана целая глава, о чем, что делает настоящая любовь, аминь, настоящая любовь, когда отец не пощадил сына своего ради нас с вами, знаешь, многие вещи это не о эмоциях, и христианство это не эмоции, на эмоциях мы не сделаем многого, а сегодня хочу, как один брат много лет назад, его попросили сказать слово о пожертвовании, вышел весь красный, запереживал за все это, я так смеялся, ну все смеялись, конечно, и он сказал такую классику, может быть вы ее где-то слышали, но это произошло в нашей церкви, начал говорить о пожертвовании, он говорит, пожертвование это, говорит, добровольное дело, не то, что хочу дам, хочу не дам, ну просто с переживания, понимаете, так вот если мы жертвуем только и мы хотим быть верными Богу, когда у нас эмоции, расположение Духа, так называемое, хочу дам, хочу не дам, хочу служу, хочу не служу, это это ненадолго, это не то, Библия говорит, верный человек, богат благословениями, верный, аминь, верный, верный, человек в браке будет переживать благословения в семье, все, в церкви, будет видеть чудеса в жизни своей со Христом, и это не эмоции, мы не сможем построить христианство на эмоциях, то же самое с поиском Бога, с желанием искать его сердце, с жаждой, это тоже, это не эмоция, потому что часто гораздо больше эмоций в противоположном формате, читать Библию, не читать, молиться или не молиться, или я не прав. Часто очень какие-то другие почему-то приходят вещи в нашу жизнь, но это желание, это увлеченность Богом, это приоритетность, когда мы выставляем, и тогда, ты скажешь, а как искать, через что искать, тогда, все, что в Библии описано, только тогда, оно в помощь. Однажды мы с пастором Сергеем, он молодец, он мучит всех, кто во взрослом возрасте выучил английский, он мучит всех до сих пор, задает вопрос, как выучил? Как выучил? Расскажи, как выучил. Я помню, мы сидели, разговаривали с ним, тоже с одним братом, он довольно-таки взрослый, английский выучил тоже уже во взрослом возрасте. Он говорит, скажи, порекомендуй, что вот ты так идеально говоришь, свободно переводишь, классно, уровень такой, как? Он говорит, когда есть желание, большое желание, то все, что связано с английским, все в помощь. хорошо сказал, да, глубоко. Но это правда. Тогда тебе все в помощь, тогда в помощь, то, что ты слушаешь язык, даже если ты не понимаешь, ты читаешь, даже если ты не понимаешь, все, почему? Потому что капля за каплей что-то происходит. С желанием, поиска Бога, потому что, если есть желание, тогда пост тебе в помощь. Если нет желания, то пост это голодовка, это диета. Даже вот это время, если нет внутреннего желания, то тогда это просто, как очередное время, может, которое просто прошло. Так как в том выражении, говорит, мудрость иногда приходит с годами, а иногда годы приходят одни. Понимаешь, и то же самое, то есть это просто проходит, и либо приходит на самом деле новый этап, новый уровень во взаимоотношениях с Богом, либо все продолжается тем же самым. Но я хочу просто сегодня вдохновить на самом деле, и я не хочу, чего бы я не хотел, чтобы это было просто эмоции. нет, я знаю, друзья мои, я знаю. Это даже не просто вера, это четкое знание, что в этой комнате находятся люди, которые даже до конца не осознают и не понимают, что Бог хочет делать через вашу жизнь. к чему Бог приготовил вас, в чем Бог хочет использовать вас. Вы просто даже до конца и не осознаете. Вы смотрите на кого-то и думаете, ну классно, он-то вон какой. А в Боге будущее для тебя гораздо больше, чем то, что ты видишь. Или то, на кого ты смотришь. Потому что Бог хочет вывести каждого из нас, Бог хочет вывести нас, как верующих людей, как нацию, как христиан, абсолютно на другой качественный уровень, в другие возможности. Но это тогда, когда мы выходим, мы принимаем это решение, мы идем на новый уровень, мы не ковыряемся в одном и том же. Почему? Потому что это удел куриц. В одном и том же. Как неваляшка. То одно, то другое, то опять одно. И что, из-за вас? Это вы меня довели до такого состояния. Нет. Но когда ты принимаешь это решение, ты идешь от славы в славу. И ты просто захвачен. Захвачен. Как мне нравится эта история, да, в языке Иля. Когда все, он повел, он говорит, и все, и зашел до той глубины, когда уже не мог идти. Все. Захвачен. Ты просто плывешь. Аминь. И поверь, может быть, ты скажешь, ну, охота же, охота, чтобы как-то и в жизни как-то обустройство было, и еще что-то. Да поверьте, если это будет так, то и в жизни будет обустройство. И в семье будет мир. И во взаимоотношениях понимание. Аминь. Почему? Потому что когда Бог приходит, все меняется. Смотрели на их лица и узнавали, что они проводили время с Иисусом. Они были с Иисусом. Это накладывает отпечаток на жизнь. Аминь. Давайте мы помолимся. И у нас еще время. Хорошее время. Мы будем поклоняться нашему Господу. И я не знаю, что ты будешь говорить Богу в своем сердце. Я знаю одно, что влечение по Богу и жажда по Богу, она вложена в наших жизнях. Оно есть. Но мы иногда путаем увлеченность какими-то другими вещами. Подмениваем некая подмена. Аминь. Алли. Господи. Мы благодарны Тебе. О, мы благодарны Тебе, Боже. Господи, я так благодарен Тебе за тот потенциал, то, что я могу видеть сейчас в Тебе, в жизни этих людей. В жизни этого собрания, которое есть физически, здесь онлайн, тот потенциал, который Ты вложил в жизни людей. Те земли, куда Ты хочешь вести, Боже, каждого из нас. Те земли обетованные. Господи, так благодарен и так признателен Тебе за эту возможность, Господи, видеть это. Просто дай эту жажду, дай это дерзновение, Господи. Просто обернуться от этого, войти в это лучшее, что Ты приготовил, чтобы ушел этот страх, ушел всякий запинающий грех. Я чувствую это внутри, и как Бог, Он конкретно говорит, что Он дал силу противостоять всякому демоническому влиянию. Вы сейчас, здесь есть люди, которые, вы просто оправдываетесь, что есть демоническое влияние в вашей жизни, и надо обязательно, чтобы кто-то другой это разрушил. Бог здесь сейчас. И Он говорит, что у вас есть эта сила. Ты просто, ты имеешь полное право не позволять этим демонам влиять в твоей жизни, разрушать твою жизнь. Аллилуйя. Просто прими это. Боже, я высвобождаю твою силу, Боже, твой огонь, Господи. О, Боже, мы благодарны Тебе, Господи, за Твою славу, Господи, за Твое величие, которое приходит, Боже, которое поднимает, поднимает на новый уровень, на новую ступень в хождение с Тобою. Благодарны Тебе, Господи. Благословляю, 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 благословляю в Твое имя. Благословляю. Просто прими это. Прими этот огонь, прими эту жажду, это дерзновение. Прими это. Во имя, Иисус, Аллилуйя. Благодарны Тебе, Господи. Мы славим Тебя, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Ты наш Царь. Мы благодарны Тебе, что мы захвачены Тобою, мы увлечены Тобою. Мы славим Тебя, мы славим Тебя, мы благодарны Тебе, Господи, за Твой огонь. Огонь, 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 Боже, за Твой огонь. Огонь. Огонь.